Флаг и гимн государства Израиль в Абу-Даби. Исторический визит президента Ицхака-герцога в Объединенные Арабские Эмираты. Гимн исполнил оркестр почетного караула наследного принца Эмиратов в честь президента Израиля Ицхака-герцога. По случаю прибытия главы еврейского государства дали салют из 21 залпа. На всемирной выставке Дубай-Экспа, которую посетили президент-герцог с супругой, на большом экране транслировали израильский флаг. Президент-герцог прибыл в Эмират для встречи с наследным принцем Абу-Даби, шейхом Мухаммадом Ибн-Заидом Аль-Нахаяном. Целью исторического визита стали не только символические церемонии. Встреча глав двух стран означает конкретные предложения для тесного политического, экономического и оборонного сотрудничества. Мы две успешные нации, которые начали с очень малого и превратили наши земли в цветущий сад, во многом подавая миру пример того, как надо руководить и развивать страну, видя будущее. Это сигнал всему нашему региону о том, что у нас у всех есть альтернатива мира и совместного процветания, и что сыновья и дочери Авраама могут жить вместе в мирном сосуществовании на благо всего человечества. Мы здесь, чтобы донести до израильтян, до жителей Эмиратов и до всего региона идею о том, что соглашения Авраама должны продолжаться, и что все больше стран должны присоединиться к нам в этом начинании. Спасибо всем большое и шалом. В продолжении мирного соглашения между двумя странами будет развиваться и экономическое сотрудничество, подтвердили обе страны. А со снятием всех ограничений, вызванных пандемией COVID-19, будет предельно расширен туристический обмен, которого так ждут израильтяне и жители Объединенных Арабских Эмиратов. Еще один успех израильской дипломатии отмечен на минувшей неделе. В течение последних нескольких месяцев посол Израиля Гелат Эрдан несколько раз встречался с посланником генерального секретаря ООН по борьбе с антисемитизмом Мигелем Мартиносом, а также с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антонио Гутьеррешем, обсуждая с ними новые способы борьбы с распространением антисемитизма, в том числе и внутри самой ООН. Эрдан подчеркнул необходимость принятия обязывающего определения антисемитизма, которое можно было бы внедрить в механизмы ООН и обеспечить его применение на практике. Кроме того, он объяснил генеральному секретарю, почему единственным определением, которое стоит принять, это определение Международного Альянса за сохранение памяти о Холокосте. Во время выступления по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста, Гутьерреш зачитал новое принятое определение антисемитизма, данное Альянсом, и отметил его важность для работы ООН. Согласно новой формулировке, помимо антисемитизма, направленного против евреев, как отдельных лиц, признается также и современный антисемитизм, направленный против евреев, как группы и как нации. То есть отныне антиисраэлизм, то есть преследование Израиля, приравнивается к антисемитизму. И это поможет уменьшить подстрекательство против Израиля в ООН в словах лидеров некоторых стран.